Я такой же видеограф, как многие из здесь присутствующих. На этом форуме был уже достаточно большое количество раз. Не так, конечно, много, как Фёдор Мальцов. Фёдор Мальцов. Молодец. Но на этой сцене я впервые. И актёрское мастерство, которое обладает моя жена, мне бы очень пригодилось. Поэтому я несколько волнуюсь и прошу меня поддержать. Моя презентация про то, что вы как видеографы и у вас есть достаточно много видео, которые вы можете вторично и, если пойдёт, то и десятерично использовать. И иногда доход от видео, которое вы использовали, снял даже простой пример свадьбу, может в дальнейшем принести вам как минимум бюджет для свадьбы, иногда и перевеличить. Это реальный опыт и меня, и моих коллег, которые занимаются фотобанками. Что, собственно, такое фотобанк? Фотобанк – это сайт, портал, посредник, который принимает от вас видео и продаёт его и платит вам комиссионные. В зависимости от банков, это может быть 25% и до 50-60% от стоимости самого видео. Также они дают на себя рекламу, финансовые все вопросы. от вас требуются только само видео. Кстати, да, я буду рассказывать больше про видео, потому что я с таким видеографом, и лично у меня фото занимает процентов 5-10, поэтому мой опыт может быть полезен и фотографам, потому что схемы действия с фотобанками практически аналогичны. Что, собственно, фотобанки, с которыми я работаю, это фотобанки, так называемые микропейнеры, пейнтовые, которые продают видео бесконечное количество раз, без выплаты единоразового гонорара. Изначально фотобанки работали по принципу «Вы загрузили работу, она продалась раз», ну, за достаточно солидное вознаграждение, и вы его больше не продаете. На микростоках принцип немножко другой. Вы загружаете, продаете бесконечное количество раз и получаете, естественно, меньше гонора. Что, собственно, представляли собой видеофутажи? Это короткие ролики от 5, ну, я бы рекомендовал от 10 секунд, потому это выверенная длина ролика для большинства фотобанков, которые неизвестны, с которыми я работаю, и до 30 секунд. Многие принимают до 1 минуты, но вот как раз 10-30 секунд – это вот оптимальное количество, которое работает за 100% фотобанком. Это могут быть самые простые сюжеты. Мать укачивает ребенка, надевание колес, разрезание торта, все, что угодно, все, что вы видите, и все, что происходит в окружающей вашей жизни. Сейчас я покажу небольшую нарезку из топов продаж на фотобанках. Со звуком здесь что-то не сложилось. Это видео просто скачано с шаттерстока, поэтому вы видите здесь логотип. Я сделал его, оно, естественно, длиннее минимум от 5 секунд, на самую разнообразную тему. Я особо не подбирал это видео, но это видео находится в топах. То бишь, каждое из этого видео принесло автору, ну, минимум, тысяча две-три-десять доллара. Здесь много природы, много работы с техникой, но... Это мой ролик. Вот. И много, много-много людей, много здорового образа жизни и семейных отношений. Также всеми нами любимая тематика. Можно что-то сделать, чтобы был звук? Как там с модел-релизами? Давайте, да, чуть-чуть попозже. Я коснусь, если чего, что-либо я забуду презентации и не упомяну, я об этом расскажу. Что, собственно, для чего покупают видео? Даже вчера мы были в Планетарии и перед фильмом, который там показывался, я тоже видел видео, которое ранее встречал на фотобанках. Это запуск небесных фонариков, куча тайм-лапсов. Также видео используют для видеорекламы, обучающие видео, презентации различные, документальные фильмы и также коммерческое использование в компьютерных игрушках его часто используют и в каких-то других продуктах для перепродажи. У меня есть еще следующий ролик, в котором американский джаз-музыкант создал себе музыкальный клип на основе роликов с фотобанков. Я сейчас его не покажу, но, к сожалению, почему-то у нас здесь нет звука. Вот. Это даже лучше. Хотя, наверное, лучше, потому что у него песня достаточно странная. Вот, собственно, он взял самые типичные видео, здесь есть два видеоролика, и он повставлял себя везде. Где хорошо, где достаточно так, ревенько, но это, кстати, Таня. Вот. И он выложил в такой последовательности, что сначала девушки, вот, потом идут отношения, свадьба, дети. Это 100% видео только с фотобанков. Так он себя вставлял? Да, он себя вставлял. Круто вставил вообще. Он на сегодня в команде поснимался. Ну, как родной там вообще надо. И, кстати, насколько я заметил, видео, ну, он все, видео не подтянул под цветокоррекция, но, как было, собственно, такие есть. Так он себя подтягивал. Ну, себя подтягивал, да. Ну, его особо это, я понял, не парил. Вот, я думаю, что весь ролик смотреть смысла особого нет. А моды обязательно нет. Смотрите, он для себя. О, как классно. С классно. Ну, хотя, судя по вашим смешкам, это, кстати, я, вот, ответа, Таня. Да? Да. Ну, мы так не нашли, это было бы. Себя искали. Нет, мы не себя искали. Так, по поводу поиска видео, достаточно сложно найти, где видео используется, потому что поиск видео в том же, с помощью Google, такая себе задача, это не фото. поэтому еще одно видео, где мы видели себя, это была передача National Geographic, на котором там про мозг рассказывался и мелькнуло наше видео. Ну, и, собственно, этот странный ролик. Класс. Так вы, не развезли Ютьюба. Ну, можно сказать и так. Вы, значит, немало присутствуете на стоках, то есть у вас какие-то высокие позиции, да, если это... Ну, видео 3-4 находится в топах по некоторых запросах. А в целом у меня в фотобанках больше, около 7 тысяч роликов. То есть это, по сути, ваш основной заработок, я так понимаю. Ну, это я коснусь чуть позже, да. Вот. Я, честно, не знаю, сколько бы стоил ему в производстве ролик, если бы он снимал это специально, и сколько стоят ролик, который он купил. И, кстати, покупал он на понде, там достаточно невысокие цены, то есть каждый ролик ему стоил от 10 до, ну, до 100 до 100 долларов. скинулся. я саму презентацию к сожалению вам потом не дам, вот, я выпишу название этого ролика, все ссылки, которые будут здесь упоминаться, или в группе, где у Руслана, или по просьбе в личку я обязательно скину. Вот. Собственно, поехали по самому, предположим, что у вас есть фото и видео, вы умеете снимать, и вы хотите еще получить дополнительный доход. Что нужно делать? Первое, естественно, регистрация. Для регистрации вам нужен загранпаспорт, на котором на латинице написано, что вы Иван Пупкин и важный момент, что здесь на латинице. Любые другие документы не принимаются. Ну, там написано на латинице? Да. Ну, когда и белорусские права, на которых написано на латинице. То есть важный момент на латинице ваше имя и фамилия. На некоторых фотобанках, кстати, здесь еще присутствует Тройвосток, который уже, к сожалению, все. На некоторых нужно сдать тест. Это обычный тест. Один вопрос, 3-4 ответа и загрузить 3-4 ролика для демонстрации того, что вы умеете. На большинстве других фотобанков достаточно просто загрузить и без никаких экзаменов. Даже наши тест-токи, которые для фотографов у него есть экзамен, это 10 работ, из которых вы должны принять 7 штук. То для видеографов там экзамен не нужен. Собственно, я могу выделить две стратегии работы, которые первая я назвал чукотская, это сижу в чуме и мимо пролетела птица, я ее застрелил. имею в виду что вижу, то я снимаю. Или из того, что у меня есть или что у вас есть на монтаже, то я могу использовать для продажи на фотобанках. Или же это сознательно вы берете модели, снимаете, арендуете помещение, берете режиссера или сами выступаете режиссером и снимаете постановочное видео. Возможно, естественно, совмещение и того и другого. Как я уже говорил, длительность видео все-таки от 10 секунд до 30 секунд. Здесь я указал требования фотобанков. Естественно, видео должно быть корректно экспонировано. Объект в фокусе. В фокусе очень достаточно самый главный момент, по которому отказывают. Они любят в фокусе, поэтому слишком открытую диафрагму они как-то не любят. Ну, естественно, должна быть система стабилизации и плюс-минус правильный баланс биолога. Если на фоне играет музыка, то это сразу нет. Вы или убираете звук, или же звук оставляете только интершум. Это прибой. Звери иногда могут отказывать, даже если на фоне говорят люди. Они требуют релиз от людей. формат видео с недавнего времени добавился 4К. До этого было 1080p 720p. 4К уже принимает как минимум одна треть фотобанка, которая работает с видео. Продажи пока еще достаточно слабы, но не есть. Я сейчас буду часто упоминать программу StockSubmitter, которую я бы на старте очень рекомендовал ее, потому что вручную грузить на очень много банков достаточно затратно и по времени и по всему. Поэтому те параметры, которые рекомендуют для видео, они в первую очередь подходят, потому что программа их понимает. Собственно, контейнер это QuickTime, кодек может быть как PhotoJPG, он достаточно больший файл получается по размеру, но рекомендуется ставить в настройках их достаточно мало, настройка качества. Это 75-80-85%. Для сравнения это почти в два раза меньше, чем настройка 100%. 100% может быть 2 гигабайта весить 4K-ролик, в 75-е это может быть до гигабайта. Но готовьтесь к тому, что место будет много занимать. Или же H264, но их принимают не все фотобанки. По крайней мере 1080p в H264 принимают практически все, кроме iStock'а, 4K в H264 принимают далеко не все. Естественно, вы должны соблюдать и уважать авторское право. В первую очередь, то, что видео должно быть снято исключительно вами или вашей командой. Если вы где-то видео красиво видели на YouTube и скачали его, загрузили, то это может очень печально для вас закончится. Бан на видеобанках бывают только пожизненные. Вот. А ведь людей не надо, но ты какие-то снимаешь? Чуть-чуть позже. Чуть-чуть. Собственно, как видео готовится? Это любая ваша монтажная программа. По самообработке это делайте нормальную экспо-коррекцию. Часто требуется стабилизация. Стабилизация нормально воспринимается. Даже если она чуть-чуть бывает после обработки плывет. Ну, незначительно. И часто требуется шумодав. Шумодав уже на ваш вкус. Программа, о которой я уже упоминал, это стокс-адмиттер. Во-первых, это очень удобно с точки зрения создания каталога, потому что файлов может быть очень много. Например, я их делаю по годам, по тематикам. И для того, чтобы у меня обычно в папке 45 файлов, они очень удобно помещаются без прокрутки в самой программе. Это уже ваши подробности. Это программа стокс-адмиттер. Программа позволяет делать что? Вы один раз описываете файл. Это title, description и keywords. Название, описание и ключевые слова. И потом вы просто отправляете на все фотобанки, на которые вы зарегистрированы. Если вы делаете эту ручную, то всю эту работу вам нужно делать столько раз, сколько у вас фотобанк. и программа бесплатно для тех, кто скажем на старте вы можете в месяц 33 файла абсолютно бесплатно загружать и сабмитить это уже заполненные данные, отправлять на проверку инспекторов. 33 файла в месяц. Для того, чтобы начать, особенно по видео, это более чем достаточно. Далее идут планы подписки, это 10 долларов, 250 файлов и так далее. долларов или евро? Да, простите, это было долларов, стало евро. Вот так примерно выглядит программа, превьюшки, собственно, все данные программа записывает в видео генерируемые превьюшки, и вот зелененькие, желтенькие кружочки, это статус этого файла. Зелененький загружен, темно-зеленый уже засадмичен, желтый готов. Если он красный, то значит что-то программа хочет, чтобы вы сделали или количество силы больше, чем нужно, или же ключевые не заполнены, или что-то не хватает, программа обязательно об этом скажет. Порядок загрузки фото он от фото практически не отличается только тем, что видео грузится только через ФТП. Это или через программу, кстати, программу можно грузить сколько угодно без подписки, а деньги берутся только за субмит. Атрибутирование это то, что я уже упомянул, title, description и keywords, и также у программы есть база данных ваших релизов. И собственно submit это отправка на проверку инспектору. Вот так примерно одно из окошек программы выглядит. Те пункты, о которых я уже говорил. Это на русском или на английском? Да. Маленький момент, который обязательно. Все описание, все ключевые слова только на английском. А там не выправляют, если ты с ошибками написал. То, что вы с ошибками написали, это будет только вашей проблемой. Потому что клиент, который будет искать в базе данных фотобанка, он если ошибется, так как вы ошиблись, он найдет ваше видео. Если нет, ну извините. Вот. Чуть позже. Про того, что нельзя делать. По самим ключевым словам. Самое важное, вы опираетесь на какое ключевое слово лучше всего и больше отвечает ваше видео. Что происходит в кадре. Также синонимы происходящего, то того, что происходит. Скажем, возьмем свадьба. синонимы вечеринка, свадебное торженство и так далее. Дальше будут сервисы, которые в этом очень помогают. Количество объектов на фото или на видео это один, два, три человека, группа это пара. Или же если на фото или на видео нет людей, это nobody, то есть никого нет. Вот. Также важный параметр это место съемки. это в помещении indoor или на улице outdoor. Вот. Мой английский очень хромает, поэтому предношение какое есть. Вот. И также если вы снимаете это в студии, то желательно будет указать, что это и на каком из фонов. Это очень поможет покупателю при поиске видео. Очень рекомендуется пользоваться при пользователе поиск. Продолжение следует...